добрый день уважаемые коллеги проверяем звук как всегда для меня надеюсь что и презентацию видно все отлично спасибо со звуком все хорошо тогда я думаю стоит начать сегодняшнюю нашу встречу и говорить мы будем о немножко таком подзабытом формате цифровом который называется инфографика сначала несколько слов небольшой теории вообще что такое инфографика для чего она нужна и как ее можно вообще использовать своей работе инфографика если почитать очень много разных умных статей и книг то в двух словах если рассказывать это наглядное представление графическое какую-то информацию о предметах включая взаимоотношения между этими предметами какие-то цифровые данные факты там не знаю какие-то научные понятия и так далее но всю эту сложную информацию автор инфографики старается представить в компактном понятном виде и легком для восприятия ну чтобы не быть голословной вот я вам несколько слайдиков с инфографика сегодня подготовила вот эта инфографика например рассказывает о биографии иосифа бродского можно по-разному относиться там критиковать может быть может быть у вас какие-то замечания есть предложения но в целом если оценивать эффективность подачи такой информации то надо согласиться что действительно это достаточно эффективно то есть мы с одной картинки с одного слайда сразу получаем информацию о всей биографии этого человека получаем какие-то интересные факты из его жизни информацию о его публикациях даже об учебе в школе и так далее об основных фактах биографии вот таким образом можно например представить биографию писателя взять за основу учебник литературы и попробовать параграф из учебника пересказать в интересном и необычном виде вот еще парочка примеров с левой стороны у меня уже такая инфографика научно-популярная такую инфографику кстати проще всего рисовать проще всего создавать потому что вот например про белого медведя очень нужно много найти информации много интересных фактов остается только рассортировать их и представить в таком понятном виде и опять таки с одной картинки мы сразу понимаем имеем представление о том где он живет как он выглядит чем он питается и даже вот особенности шерстного покрова здесь представлены с правой стороны у меня инфографика литературная это пример того как можно ее использовать например в школе все мы читаем известное произведение гугли шинель и мы читали в свое время с детьми и для многих слова шинели оно не совсем понятно что это такое вообще что это за предмет одежды как он выглядел и тому подобное вот пожалуйста пример инфографики где изображена собственно сама шинель информация о ней как она выглядит из чего она состоит и дополнена еще цитатами из гуголя получается довольно интересное дополнительное такое пособие для урока литературы то есть в данном случае было бы желание а инфографику можно использовать и на мероприятиях и распечатать такой плакат например поставить его на выставку в библиотеку особенно хорошо инфографика заходит в социальных сетях если вы ведете группу в социальных сетях то вот инфографика это очень хороший вариант как раз именно вот для такого общения для такого представления информации я и собственно опыта скажу что как раз больше всего лайков и репостов получали посты с инфографикой по количеству лайков очень много ну и еще можно конечно много говорить о плюсах инфографики о том что она легко запоминается легко ее привлекает внимание но за всей этой легкостью и простотой все таки на самом деле стоит большая работа поэтому наверное и жанр инфографики он немножко подзабытый не все им пользуются не так часто к нему обращаются именно потому что чтобы нарисовать одну такую картинку приходится перелопатить огромное количество источников собрать огромное количество информации как-то ее структурировать проанализировать и представить вот поэтому возможно она не так популярна я вам сегодня расскажу об основных принципах создания и они некоторых инструментах которые могут вам пригодиться в работе и так ну я уже сказала о плюсах инфографики вот пожалуй четыре из них самых основных о том что это просто для восприятия о том что это быстро для восприятия то есть мы просматриваем картинку намного быстрее чем читаем текст это научно доказанный факт инфографика это не скучно и инфографика это всегда наглядно и так и чего может состоять инфографика и и откуда брать идеи для ее создания ну по примерам которые я показала уже понятно что в центре инфографики это какие-то изображения они привлекают в первую очередь внимание к ним небольшие текстовые пояснения ключевое слово здесь небольшие иначе наша инфографика превратится в конспект поэтому здесь очень важно продумывать текст и выверять там практически каждое слово инфографики дополняются разными схемами диаграммами графиками представлением цифр цифровые представления например там численность белого медведя количество населения и так далее и опять-таки выбираются очень необычные схемы и диаграммы не просто столбичные к которым мы привыкли а какие-то интерактивные анимационные так далее я вам покажу парочку примеров по ходу таких диаграмм и различные медиа объекты это могут быть и гиперссылки и ленты времени и видео опросы карты иногда можно вставлять в инфографику то есть инфографика становится не просто красивой картинкой она становится уже интерактивным объектом который можно размещать сети интернет и рассматривать уже переходя по ссылкам получать более подробную информацию по теме откуда брать идеи для инфографики в общем то сейчас огромное количество различных сайтов и дизайнеры представляют инфографику и можно у них подчеркнуть идеи мне например нравится серия книг которая называется мир в инфографике их уже издана довольно много вот я четыре из них нашла одну из них внимательно прочитала она мне понравилась мировая литература в инфографике мировой кинематограф мировая музыка и вселенная в инфографике я читал литературу скажу очень интересная книга она подсказывает какие-то необычные идеи потому что по художественной литературе инфографику рисовать действительно сложно по войне миру да какую инфографику можно нарисовать авторы создатели этой книги нарисовали там истории эту инфографику можно использовать и для себя на мероприятиях например ну и взять какие-то идей на вооружение там есть рассказа о литературных символах о самых известных книгах об экранизациях книг путеводители по большим книгам типа войны и мира поэтому идеи берем отовсюду они нам часто попадаются потому что в журналистике инфографика стала одним из ведущих жанров и так ну начинаем создавать вот идея у нас возникла мы хотим там выбрали какую-то тему определенную и приступаем нам нужно кроме тема и цели собственно говоря зачем мы это делаем идеи целевая аудитория для кого если это будет для людей то суть инфографики будет 1 то есть простой язык очень простые понятные факты там про белого мишку например и может быть даже мы поменяем язык своей публикации то есть он будет не такой научный а более разговорный если у нас инфографика научная для какой-то конференции например или для публикации в журнале а в журналах тоже очень сейчас приветствуются именно такие форматы то естественно у нас и стиль будет другое оформление другой и тексты совсем другие ну и с этой позиции мы приступаем к спору материала опять-таки отбираем прежде всего какой-то текстовый материал изображение подходящие ищем либо в интернете либо сканируем либо еще как-то в общем собираем все в одно и потом из этого огромного массива информации выбираем то что нам необходимо обрабатываем и придумываем как это представить вот это наверное самый такой сложный этап придумок как представить информацию как это нарисовать в вашем воображении уже возникает иногда вот я например просто листочек какой-то брала рисовала на листочке чтобы это как-то представить визуально можно просто схему какую-то набросать в общем тут у каждого свой подход но уже в последнюю очередь мы обращаемся к дизайну начинаем рисовать начинаем создавать итак переходим уже к инструментарию если говорить о требованиях которые сейчас к инфографике есть есть такие требования определенные ворота ну вот я 6 из них на экран вынесла то есть если мы приводим какие-то данные в инфографике то они должны быть достоверные цифры графики наши диаграммы дальше инфографика должна быть понятной то есть как это протестировать готовую инфографику покажите человеку который не в теме и он должен разобраться в ней если разобрался значит отлично ваша инфографика работает даже лаконичность не увлекаемся большими текстами сейчас у инфографики появились возможности создавать многостраничные ресурсы как презентации то есть не уместилась на одну страничку можно перескочить на другую тут главное не увлекаться это все-таки не научная статья не конспекты и не реферат это все-таки более компактная и более лаконичная форма структурировать информацию это прежде всего она должна быть как-то по блокам разбита и чтобы читатель ориентировался в том что он читает и находил нужную информацию быстрее единый стиль оформления это тоже важно то есть здесь определяться шанса шрифтом со цветом не играть с огромным количеством цветов там два шрифта максимум три но это основные требования которые и к сайтам например применяются и к презентациям и так далее единый стиль оформления ну и самое главное здесь еще читабельность если мы есть такое желание есть такое искушение вместить как можно больше и мы уменьшаем шрифт чтобы влезла ну грубо говоря в нашу инфографику больше информации не увлекаемся иначе когда мы распечатаем эту картинку и никто не сможет прочитать это обидно поэтому вот тут тоже очень важно чувство меры ну это вот вкратце я прокомментировала признаки теперь давайте смотреть что со всем этим можно сделать если у нас по другой нет особых программ вообще конечно можно взять photoshop если вы хорошо в этом разбирайтесь вы можете авторские инфографики рисовать совершенно спокойно с помощью photoshop или других подобных программ я беру тот уровень когда я не владею photoshop у меня его нет и не могу я его осваивать и вообще у меня под рукой ничего особенно нет есть powerpoint и тогда можно попробовать нарисовать что-то в нем вот мои примеры моих изысканий формате powerpoint сейчас перед вами на экране это я делаю инфографику по красной книге мурманской области это у меня такой шаблончик который я полу подсмотрела в сети интернет увидела похожий вариант и немножко вот работала под себя и получился вот такой вариант у меня серия таких инфографик я и публикую в группе в своей краеведческой которую я веду от лица библиотеки в общем они получили хорошее количество просмотров и внимание читателей вот поэтому использовать powerpoint не только нужно но и стоит если вы ограничены в ресурсах вас нет возможности осваивать что-то новое то есть в данном случае это слайд повернутый вертикально в книжном формате и здесь мы не ограничены в количестве картинок не в количестве шрифта то есть можем выбирать любой шрифт любой цвет любой дизайн перекрашивать так как считаем нужным есть функция удаления фона в самом же программе powerpoint я думаю вы знаете об этом перекраски каких-то иконок картинок можно строить графики и диаграммы прямо внутри различные фигуры вставка через фигуры позволяет рисовать линии разные блоки выделять заливать их и так далее поэтому в целом это очень хороший на мой взгляд ресурс для начинающих для тех кто создает инфографику и для тех кто хочет в ней потренироваться ну вот такой вариант у меня получился теперь уже перейдем собственно к сервисам для создания инфографики и тут у нас эта часть вебинара будет под грифом ностальгии проходить потому что к сожалению новых инструментов ну таких грандиозных не появилось я имею ввиду бесплатно или с хорошими бесплатными планами более того многие сервисы вы знаете сейчас заблокированы я не буду их называть они всех у вас на слуху вы их знаете поэтому своей презентации я пять сервисов просто удалила оставились только те кто остался плюс за последний год я вебинар на эту тему проводила полтора года назад вот за эти полтора года изменилось очень кардинально все и не в лучшую сторону поэтому увы я должна констатировать что жанр инфографики претерпевает не самые лучшие времена в плане бесплатных сервисов для ее создания есть какие-то такие инструменты которые еще остались которые еще функционируют они урезали свои бесплатные планы вот сегодня произведем перекличку этих сервисов я расскажу что поменялось какие возможности остались как это можно использовать ну а дальше вы уже сами решаете стоит вам обращаться к этому инструменту или нет поехали первый сервис который первым приходит в голову когда мы говорим об инфографике из или или из или по-разному я слышала его название но от английского слова изи легко вот парочка ссылочек это инфографика сделанная по шаблону первый вариант а вторая это инфографика нарисована из чистого листа но это школьная работа поэтому не судите строго вот два примерчика на экране третий пример это то что делала я по шаблону когда училась работать в этом сервисе в целом сервис несложный хотя он на английском языке но он достаточно простой для освоения предлагает он бесплатно 19 шаблонов их можно перекрашивать видоизменять добавлять свои изображения менять шрифт цвет и тому подобное есть небольшая библиотека изображений но библиотека очень сильно урезанная к сожалению там есть какие-то базовые картинки но их так безумно мало что приходится искать свои загружать свои есть возможность изменять фон использовать подложки которые внутри этого сервиса находится и добавлять диаграммы графики и видеоролики ну давайте смотреть как это все выглядит после регистрации открывается вот такое окошечко для редактирования вообще инфографики у сервиса для инфографики у них всех предельно одинаковый интерфейс то есть вот с таким интерфейсом мы сейчас будем встречаться на практически в каждом сервисе то есть в центре инфографика слева набор инструментов которые можно использовать для ее редактирования ну по порядку графикс это у нас картинки и текст понятно бэкграунд это у нас фон темплейт это выбор шаблона можно вернуться если этот шаблон не понравился выбрать что-то другое чарс это возможность добавлять диаграммы графиков ну и видео это добавление видео по ссылке из ютуба в данном случае уже инфографика перестанет быть статичной она станет интерактивной то есть появляется видеоролик вот дополнительно к тексту мы можем прикрепить ссылку и сделать более интерактивную еще вообще ссылку можно и картинки тоже прикреплять картинки выбираем в разделе графикс но я повторюсь их там бесплатных не так уж и много дальше у этого сервиса есть возможность создать группы так называемые если вы учитель вы можете организовать группу пригласить туда учеников по ссылке и совместную устроить совместную работу над инфографикой например эта опция к счастью осталась бесплатной теперь на выходе что мы получаем можно скачать получившуюся работу в формате jpeg или png но не в самом лучшем качестве я открою секрет вообще с инфографикой такая история если она у вас статична если просто картинка ее можно открыть в режиме просмотра на весь экран и сделать скриншот иногда качество скриншота оказывается лучше чем то что нам предлагает сервис такая маленькая хитрость и дается конечно же ссылка ссылкой можно делиться в социальных сетях можно на сайте эту ссылку публиковать и для публичного просмотра открывать в этом случае она откроется в хорошем качестве можно будет ее просматривать особенно актуально если вы вставили туда видеоролик но в целом не очень сильно поменялся сервис уменьшилось количество картинок это единственное что здесь обнаружила и немножко изменился интерфейс но в целом рабочие инструменты пока можно им пользоваться на мой взгляд идем дальше второй вариант пикточарт ну вот у меня сейчас на экране сказочка теремок этот вариант когда можно сказку переделать в инфографику чтобы поближе ее рассмотреть вот ссылка на оригинал там можно чуть-чуть получше это все увидеть ну и еще парочка ссылочек на этот же сервис ну другие шаблончики пикточарт надо сказать не изменился ну и немножко интерфейс поменялся это не страшно а по бесплатным тарифным планам вся та же политика у него и осталась в пикточарте достаточно много шаблонов там около 100 но к сожалению бесплатно можно создать только 5 проектов у каждого шаблона можно менять фон выбирать разные блоки ну в общем инструментарий примерно такой же как и в предыдущем сервисе более того здесь появилась возможность создавать многостраничную инфографику нажимаем на значок плюсик и добавляем новую страничку у нас получается вроде как презентация в одной инфографике сразу много всего кнопочки на английском языке но они примерно такие же как в предыдущем сервисе графика тексты диаграммы и графики карты это платная опция ну и стайлс это стиль оформления то есть оформительские штучки вот в целом картинку что можно сделать картинкой получаем на нее ссылку и получаем код можно встроить ее на страницу сайта и блудка с этой точки зрения пикточарт необычайно щедрый сервис потому что коды дают не все сервисы в основном ограничиваются только ссылками очень похож на канву пикточарт он не только кстати инфографику делает у него есть возможность создать обычную графику и презентации ну в общем как канва практически но конечно же пока еще шаблонов уступает плюс дополнительно я вот в красную рамочку вынесла новая опция которая появилась это возможность озвучить инфографику может быть это не так интересно но такая возможность есть можно подключить веб камеру и записать себя ну вот в таком формате как сейчас проходит вебинар то есть в окошечке появится ваша говорящая голова и вы будете комментировать инфографику этот вариант подходит например для обучения если вы создали для учеников хотите что-то прокомментировать то такой формат очень неплохо записывать можно аудио видео до 5 минут вот ограничение можно скачать готовую инфографику но всего лишь только два раза это безумно мало конечно же поэтому либо скриншот наше все либо код чтобы встраивать на страницы сайта и блога вот в таком формате это в общем неплохо работает вот жаль что проектов очень мало снапа это относительно такой не сильно знакомый инструмент не сильно раскрученный поэтому поэтому он в общем очень неплох он создает статичную инфографику то есть здесь нет возможности добавлять допустим карты или видео зато здесь есть очень хорошая библиотека картинок очень хорошо подойдет для детского творчества вот можно посмотреть на животных вот в такой стилистике здесь отрисованы животные это все взятые из бесплатной библиотеки вообще по качеству библиотеки снапа очень даже симпатичный сервис здесь очень хорошие картинки и очень минимальные ограничения он дает возможность скачивать изображение по три картинки в месяц по три инфографики здесь можно создавать совершенно бесплатно и скачивать к себе на компьютер это вообще отличная вещь ну только вот в скачиваемом формате только так ни ссылок ни котов он не дает но зато разрешает нам немножко поскачивать их в хорошем разрешении и делиться в социальных сетях на сайтах блогах и так далее здесь инструментарий находится вверху по центру опять таки инфографика ну а кнопочки для инструментов наверху бэкграунд фон эффекты это различные оформительские штучки текст оформление текста графика это библиотека картинок можно свои кстати загружать ну и шейпс это фигуры формы разные стрелочки и блоки для оформления вот у каждого инструмента подробная настройка вот например сейчас открыт у меня текст здесь мы видим что можно редактировать не только размер шрифт цвет но и даже расстояние между буквами расстояние между строчками в общем это сервис на мой взгляд который вызывает уважение и можно им пользоваться шаблонов правда здесь не очень много к сожалению но зато очень неплохой бесплатный тарифный план можно я думаю взять на заметку я обязательно возьму его на заметку и обучалку какую-то напишу а этому сервису в ближайшее время потому что он мне понравился если говорить об анимированной инфографике и продолжить тему интерактива то вот еще один сервис он уже достаточно известный он едва ли не самый первый появился на рынке инфографики до сих пор благополучно существует причем он практически не изменился вот как был так и остался сервис инфограмм пример инфографики я вам ссылочку отправила но и на слайде фрагмент здесь инфографика анимированная то есть все картинки плавно появляются в кадре вот это вот пирог вот этот вот диаграмма круговая она тоже анимированная здесь если курсор наводишь всплывают цифры проценты и так довольно интересно становится смотреть дополнительно сюда можно и видеоролик кстати загрузить по ссылке из youtube он тоже добавляется конструктор на английском языке здесь есть шаблоны уже готовы из которых можно выбирать к сожалению их нет не очень много семь шаблонов всего это маловато конечно но их можно перекрашивать перестраивать поэтому можно пренебречь этой особенностью вот сейчас у меня открыто например библиотека библиотека у сервиса очень неплохая здесь можно найти иконки и картинки и даже анимированные вернее не анимированные а видео такие блоки гифы и стикеры вот сейчас конечно платные но есть и бесплатные элементы в целом библиотека очень неплохая кнопочки здесь никак не подписаны но вот по самим названием кнопок по вот самим картинкам можно понять что они добавляют сверху вниз в красной рамочке это значит у нас тексты графики карты это опять таки платная опция там только карта мира представляется в маленьком формате она не очень востребованная дальше хорошая кнопочка она добавляет разные блоки например ленту времени может добавить какой-то красивый такой блок красочный в инфографику ну картинки соответственно и фигуры вот это вот троеточие в конце оно позволяет добавлять интерактив то есть видеоролики например с ютуба позволит добавить и дополнительно можно внутрь ставить гиперссылки каждый элемент в этой инфографике можно дополнительно анимировать то есть нажимаем на любой текст на любую картинку и появляется панель для редактирования в этой панели обязательно есть кнопочка добавить анимацию нажимаем на нее и у нас становится картинка анимированы выезжает выплывает появляется вот таким образом более интересной становится инфографика на выходе что мы получаем ну во первых можно создать до 10 проектов по сравнению с предыдущими сервисами это в общем неплохо более того в каждом проекте может быть до 5 страниц то есть многостраничную можно создавать естественно скачать здесь нельзя но можно получить ссылку и код и встроить это все на странице сайта и блога вот сервис неплохой проектов чуть-чуть побольше можно взять в работу попробовать что-то в нем создать но опять-таки упирается в то что шаблончиков маловато лэнгейдж одно время я его очень любила и очень его рекламировала говорила какой хороший сервис на русском языке как он просто работает но относительно это правда он действительно на русском он действительно легкий и в нем действительно просто работает ну вот примерчик я в чат отправила вот такой вот на основе шаблончика я сделала однажды в нем инфографику сейчас когда я в него зашла он конечно улучшил интерфейс он стал более современным более необычным но бесплатные тарифные планы сжались просто до неузнаваемости по-прежнему можно создать пять проектов бесплатно и здесь есть огромное количество шаблонов в нг расширил свои возможности он умеет создавать не только инфографику он предлагает просто графику флайеры постеры для соцсетей разные штуки презентации ну и в том числе инфографику инфографика идет первым там по ветке дня он на русском языке поэтому здесь все понятно по кнопочкам тоже я думаю все ясно в разделе интерактив мы видим что можно добавлять внутрь ссылку на youtube и он будет встроен у нас в саму инфографику еще рядышком сувей пол это опрос ну как его можно использовать например вы рассказываете о какой-то книге а в конце решили провести опрос прямо внутри инфографики нравится ли читателям эта книга или не нравится можно данные потом экспортировать этого голосования посмотреть сервис выстроит их в виде графика красивого если вам такой формат интересен можно воспользоваться вот в чем уменьшилась возможность ну во первых здесь теперь невозможно получить не скачать картинку ни в каком формате даже в самом плохом не поделиться и с помощью кода то есть код тоже закрылся тоже он платный единственное что мы можем получить это ссылку на саму инфографику вот чтобы скачать но опять-таки беремся за скриншоты с помощью скриншота можно все сделать открываем ее в полном размере и с помощью какой-то программы или принт скрина мы делаем себе снимок хотя настройки здесь у каждого объекта достаточно подробные можно вставлять внутрь киперссылки прикреплять их к текстам и картинкам но к сожалению вот ряд ограничений делает работу с этим сервисом не такой приятной хотя шаблонов здесь повторюсь довольно много их там около ста и они все очень разные надо сказать это приятно еще один хороший инструмент называется висми о нем заговорили как раз после закрытия канвы говорили что это как альтернатива канве пойдет ну в общем в какой-то степени да определенная альтернатива в этом есть вот такая инфографика у меня получилось опять таки сервис создает графику презентации инфографику разные постеры постеры флайеры и тому подобное и опять таки все упирается в цифру сколько у него ограничений сейчас перелюстну забыла нет у него вот кстати висми с этой точки зрения он немножко подошел с другой позиции он не по количеству выставил ограничения а по объему информации то есть он бесплатно дает 100 мегабайт свободного места под личный кабинет и дальше сколько хотим инфографики столько и создаем пока у нас место не кончится ну в какой-то степени это плюс потому что если делать небольшие инфографики с мелкими картинками с не очень весящими картинками то мы можем создать довольно много проектов в этих рамках вот можно загружать свои картинки но есть и хорошая библиотека здесь вполне такие неплохие картинки причем инструменты здесь очень подробно прописаны лучше чем в каком-либо другом сервисе то есть здесь создатели подошли с такой вот с основательной позиции ну вот даже раздел basic у меня сейчас открыт это базовые опции что называется для создания инфографики и сразу открывается целый список это заголовки и тексты это разный шрифт это фигуры и статистика то есть диаграммы разные графика и тексты отдельным блоком диаграммы дальше фотоколлажи кнопки интерактивные которые можно привязать гиперссылки и куда-то там переходить по этим кнопочкам ну и дополнительно ну по-моему это платная опция создавать свои блоки но уже касаться не будем ну и так далее вся библиотека элементов хранится в разделе графика там открывать выбирать то что нужно вставлять фотос это фотографии дейт это у нас элементы для графики диаграмму и различных других графических объектов в разделе медиа давайте посмотрим я по моему отдельным слайдом это вынесло да вот раздел медиа здесь очень интересный ну как предыдущий сервис он позволяет добавлять видео вот но еще есть дополнительно возможность встраиваемый контент добавить вот я например взяла ну наугад вставила игру из learning apps у меня получилось по коду я вставила и очень хорошо прямо вписалась в инфографику эта игра вот и кстати это бесплатная опция вот и дополнительно можно еще озвучить инфографику правда озвучка и свои файлы загружать нельзя это платно но зато можно из библиотеки сервиса выбрать какую-то ненавязчивую музыку которая будет крутиться по кругу пока вы просматриваете инфографику здесь тоже есть возможность создать многостраничные проекты и анимировать объекты здесь можно любой объект точно так же анимировать как в предыдущих сервисах в инфограмме например вот поэтому этот сервис хотя и с ограничениями но по функционалу он очень даже неплох вот жаль что только 100 мегабайт может быть со временем все-таки я очень надеюсь что когда-нибудь сервис улучшится и бесплатные тарифы можно будет создавать больше и больше контента но пока вот имеем то что имеем вот такой сервис на выходе я уже сказала код для встраивания и ссылка вот скачать нельзя ну теперь переходим к любимцу публики это сервис дженери вот наверное самый освоенный в последнее время сервис уже и группа есть в контакте где любители этого сервиса делятся своими работами я вам тоже ссылочек сейчас набросаю работ здесь создано очень много и шаблоны здесь неплохие сервис дженери позволяет создавать интерактивный контент если вам нужна интерактивная инфографика с большим количеством встраиваемых объектов с гиперссылками с какими-то ссылками на дополнительные веб-ресурсы то вот пожалуйста сервис дженери я вам сейчас все ссылочки докидаю в чат а потом продолжу здесь у меня разные варианты и краеведческая инфографика и историческая в общем по ссылочке можно походить и посмотреть я так создавала очень простой просто тренировалась а вот последние три ссылки это уже такие более основательные работы там действительно большой труд проделан создателями давайте смотреть как работает сервис я думаю в представлениях он не нуждается потому что умеет создавать презентации интерактивные плакаты различные игры викторины квесты и квизы и в том числе есть у него раздел инфографика чем он выгодно отличается вы наверное заметили что во всех предыдущих сервисах в основном инфографика либо квадратная либо такая вытянутая прямоугольная это не очень удобно это может быть удобно в социальных сетях смотреть с мобильных телефонов но вот на экране это смотрится не очень удобно на компьютере например приходится время пролистывать всех нервирует и так далее сервис дженеля предлагают шаблоны для горизонтальной инфографики не только вертикальной но и горизонтальной это удобно это необычно и этим можно пользоваться у него пока нет ограничений по количеству работ единственное здесь ограничения по шаблонам Здесь есть платные, есть бесплатные. На первом этапе, когда мы выбираем шаблон, обязательно сортируем. Ставим галочку «Free» бесплатные, и нам подсказывают, какие можно выбрать. Дальше открывается конструктор. Вот так выглядит. В конструкторе неплохая библиотека изображений, тексты. Кнопки так называются. Тексты, картинки. Дальше кнопка «Ресурсы». Это различные иконки, формы, графики, диаграммы, таблички. Дальше есть отдельно смарт-блоки. Это разные красивчитости. В PowerPoint такой тоже есть. SmartArt называется. Разные такие стрелочки красивые, какие-то циклы нарисованные, процессы и так далее. Вот такие блоки здесь тоже есть. Дальше. Раздел «Инсерт». Это для загрузки своих собственных изображений. Здесь ограничение на 5 мегабайт. То есть картинки не больше должны весить. А по количеству тоже ничего нет, никаких ограничений. «Бэкграунд». Здесь мы перекрашиваем фон. Ну и в разделе «Пэйдж» добавляем новую страничку, если нам нужно. Отдельно есть кнопочка «Интерактивные элементы». Она вот следующая после синенькой. Это для добавления интерактивных кнопок. Вот у меня в данном случае здесь кнопочки с плюсиками. Они интерактивные. На них, если нажать, откроется новый веб-ресурс, где дополнительная информация по теме. Такие кнопочки позволяют сделать инфографику интерактивной и подцепить сюда в одну инфографику сразу несколько интересных веб-ресурсов. Дать, например, ссылку на библиотеку, на электронную библиотеку, на Википедию, на все что угодно. К этой кнопочке можно не только ссылки прикреплять, можно и добавлять встраиваемые объекты. Не сделала я отдельный слайд, ладно, расскажу на словах. И так называемые окошки добавляют всплывающие. Они называются Windows. И внутрь этого окошка можно написать дополнительный текст, вставить дополнительную картинку, встраиваемый объект. Это вот нажимая на кнопочки, мы открываем это окошко и получаем какую-то дополнительную информацию. Вот в ссылках, которые я вам в чат отправила, в последних трех, такие точно есть окошечки. Можно по ним понажимать и посмотреть, как они выглядят. В целом по этому сервису написано огромное количество обучалок, примеров есть, безумное количество видеоинструкций. В общем, поэтому работать с ним очень стало удобно. И на сегодняшний момент это, наверное, единственный сервис, который работает с минимальными ограничениями в плане инфографики. Вот мы приходим к такому выводу. Заканчивая разговор о сервисах, которые как раз ориентированы на инфографику, еще один сервис, называется он BioRender. Это уже больше для учителей, для ученых. Это сервис для создания научной инфографики, причем научной, биологической, химической, медицинской. Вот есть такая специализация. Ну вот я взяла самый простой вариант, я вот круговорот воды в природе нарисовала. А вообще это для учителей больше подойдет. Там разные молекулы, там структура ядра, физика в какой-то степени, там какие-то медицинские штучки, там разные ремонуклидовые кислоты и тому подобные вещи. Но рисуются они в инфографике. Сервис достаточно такой непростой, но тоже конструктор нам совершенно знаком. Здесь есть хорошая библиотека разных элементов, например, животных открыла. И тут у нас разные животные, растения, рептилии, вирусы и тому подобные живые организмы. Вот это библиотечка. Можно загружать свои картинки, можно перекрашивать фон, можно добавлять тексты, прикреплять гиперссылки. Правда, нельзя, но зато картинку можно скачать. Бесплатно можно создавать 5 проектов. Сервис говорит о том, что он ориентирован на научных работников и на преподавателей. Поэтому если у вас кто-то из преподавателей, а может и вы преподаете, естественно, в научном цикле, то вот можно его себе взять в копилочку, вдруг пригодится. Вдруг вы напишите научную статью, заходите ее проиллюстрировать. Красивой картинкой они очень легко здесь создаются. И не надо изобретать велосипед, потому что здесь все есть внутри библиотеки. Вообще инфографика, спорят по поводу этого термина. Вот, например, диаграммы, графики разные, ментальные карты. Можно ли это считать инфографикой? Это ли отдельный жанр искусства, что называется? Ну, одни говорят, что нет, другие говорят, что да. Я посчитала, что да, и поэтому немножко сейчас расскажу еще про ментальные карты. Потому что это хороший вариант для исследовательской работы. Они не только помогают структурировать информацию, но они больше подходят для совместной деятельности, для музыкового штурма, например, для того, чтобы представить информацию в зривом виде, чтобы можно было видеть связи между объектами. Ну, вот пример сейчас на экране. То есть вот это, например, импровизированная виртуальная выставка одной книги. То есть в центре обложка этой книги. Ну, а дальше вот такими связями показана информация об авторе, о жанре произведения, о дате создания, о героях и сюжете произведения. Вот это называется ментальная карта. Такая древовидная структура, где все элементы связаны какими-то связями между собой. В стане ментальных карт тоже произошли большие изменения, и не в лучшую сторону. Ну, давайте я вам расскажу обо всем поподробнее. Итак, MindMaster тоже был неплохой сервис на русском языке, а сейчас почему-то уже на русском недоступен. Опять-таки только английский вариант. И ментальные карты стали безумно скучными, потому что он запретил бесплатно вставлять картинки и любые медиа-объекты. Раньше можно было видео добавить и картинку загрузить. Сейчас ничего нельзя, кроме текстов. Ну, вот давайте я вам покажу, как это все работает. Работать с ментальными картами вообще предельно просто. Получаем бесконечное поле, щелкаем по нему, у нас появляется первый блок. А внутри мы уже его редактировали. Будем там текст перекрашивать, связи устанавливать и так далее. В красной рамке я вынесла то, что можно сделать бесплатно. Из дополнительного – это ноут, то есть добавить текстовую заметочку. И аттачмент – это добавление гиперссылки. Все. Ну, конечно, можно еще коннекшен, это связь между элементами устанавливать. Но вот раздел медиа, к сожалению, он не активен для бесплатного тарифа. Это жаль. Хотя есть опция совместной работы. Если присмотреться в правом верхнем углу, есть кнопка «Инвайт», вы можете пригласить, например, учеников, соавторов и вместе рисовать эту карту. Представлять таким образом информацию. Ну, в целом, увы, сервис пока вот в таком формате существует. Дальше. Еще один инструмент – PAPL-AS. Он немножко повеселее, этот сервис. Я уже не буду ссылку на него кидать, потому что на экране все понятно, собственно. Принцип вот такой. Опять-таки, ментальная карта рисуется, опять связи между элементами. И вот я рисовала тут направление в русской литературе. Что умеет этот сервис? Он закрыл возможность совместной работы. То есть здесь работа индивидуальная. То есть, например, если вы планируете с детьми поработать, то каждый будет свой собственный аккаунт создавать и свой проект вести. Вам они могут потом на выходе показать, что у них получилось, или скинуть картинку. Готовую ментальную карту можно сохранить как картинку. Это большой плюс. И скачать ее к себе на компьютер. Ну, и кроме того, можно ссылку получить. Вот я тут внизу указала, что можно добавить внутрь каждого блока на этой ментальной карте. Иконки из библиотеки. Картинку можно загрузить. Но почему-то на одну ментальную карту только одну картинку. Поэтому у меня ментальная карта выглядит именно вот так. Мне не было жалко картинок. Я сюда хотела портреты писателей добавить. Но, увы, не вышло. Дальше ссылку можно добавить. Вот ссылки здесь без ограничений в любом количестве. В целом, Bubble As чуть-чуть получше, чем Mind Master. Не такой скучноватый. Здесь более красивые блоки. Они более интересны. Можно их оформить. Но нет функции совместной работы. Вот, совершенства все равно нет. Poplet. Это вообще был очень красивый сервис для каких-то очень таких красивых и творческих работ. Вот этот вот сейчас у меня на экране. Я вам сейчас в полной мере буду насладиться этой ментальной картой. Это ментальная карта, созданная по книге Ждиеппорта Пупа Вакума. Огромная работа была проделана. Здесь и тексты, и изображения, и видеоролики. Киперссылки, по-моему, тоже присутствуют. То есть мы видим сразу весь арсенал, что здесь только можно создать. Ну, если кому интересно, могу еще для разнообразия свой примерчик. У меня не такой солидный. У меня чуть попроще. Ну, виртуальную выставку я делала в этом сервисе в свое время. Мультимедийные ментальные карты. Так он о себе пишет. Можно добавлять видео по ссылке из Ютуба, фото, изображения, гиперссылки. Вот, пожалуйста, так это выглядит. То есть мы создаем блок, а внизу кнопочки для добавления, для редактирования блока. Самая последняя кнопочка с картинкой позволяет загружать свои картинки, добавлять ссылки и видео с Ютуба. Вот, внутрь. И получится в итоге вот такая интересная работа. Есть возможность коллективной работы. Можно приглашать для совместной деятельности. Но, увы, всего один проект. Год назад было 10 бесплатных проектов. Сейчас только один. Опять-таки грустно вздыхаем, идем дальше. Но есть возможность скачать эту ментальную карту. Есть такая маленькая хитрость. Вы можете скачать ее к себе на компьютер, удалить здесь и начать новый проект. Но если вы создали такую большую красивую красоту, вам ее жалко будет удалять. Мне так кажется. Поэтому, если вот для каких-то маленьких проектов, то это хорошая хитрость. А если для глобальных проектов, то вот один создашь и все. Жаль тому, что инструмент действительно очень неплохой. Зато нас радует сервис Миндома, который никак не поменялся. У него все замечательно. Он все так же на русском языке. Он все с теми же возможностями. И это замечательно. Это у меня тоже была виртуальная выставка про самов. Сейчас по ссылке, если перейдете, там картинок не будет видно. Но это связано с тем, что картинки ведут на блогер, на блог Google. А мы знаем, что Google сейчас проблемы большие с отображением картинок. Переживает. Поэтому картинок там не будет. Но в целом ссылки рабочие. Можно по ним нажимать и переходить. Итак. Что умеет Миндома? Точно такое же бесконечное белое поле. Очень похож на Майдмейстер. У меня немножко значочек убежал. Ну ладно. Итак, что он умеет. К каждому блоку можно добавлять тексты, киперссылки и различное мультимедиа. Можно добавлять видео, картинки, иконочки, даже звук. И все это бесплатно. Ограничения по количеству проектов. Только три проекта можно создать. Но зато по функционалу, на мой взгляд, это, наверное, самый функциональный сервис для создания ментальных карт. Если у вас большое количество мультимедийных материалов, то приходится выбирать, наверное, только его. Тем более, что он на русском языке и очень простой для работы. Ну и еще несколько слов о сервисах для создания блок-схем, графиков и так далее. Они не позиционируют себя как инфографические сервисы. Они позволяют создавать интересные блок-схемы. Необычные, красочные. И там тоже есть из чего выбрать. Буквально несколько вариантов вам озвучу, а вы уже сами решайте, нравится вам или нет. Lucid Chart. Это сервис для создания блок-схем. Ссылочку сейчас я вам в чат отправлю. Это я про Гарри Поттера пыталась нарисовать. Ну вот то, что у меня получилось, вы видите сейчас на экране. Итак, что он умеет? Он умеет создавать ментальные карты, тоже и диаграммы на основе текстов и картинок. То есть никакого интерактива здесь не будет, но мы можем загружать картинки со своего компьютера или брать их из библиотеки элементов. Конструктор выглядит примерно вот так. К сожалению, на английском языке здесь, кстати, есть целых три шаблона для инфографики. Я их нашла по поиску. Они, правда, такие немножко не очень симпатичные, но они есть, их можно редактировать. Вот это, например, шаблон назывался инфографика баскетбола. Библиотека тут есть, можно из нее выбирать. Самая главная кнопочка, кнопочка Insert. А дальше из всего этого многообразия выбираем имидж, картинку. Ну и дальше в библиотеке смотрим, либо свою загружаем с компьютера. Опять-таки ограничения в три проекта здесь присутствуют, но возможности здесь, в общем, неплохие. Здесь хорошая библиотека элементов. Упор здесь сделан на всякие блоки, схемы, стрелочки, формы, фигуры и так далее. Таких красивых картинок вы тут не найдете, только если загрузить со своего компьютера. Есть возможность подключить веб-камеру. Вот с правой стороны я в рамочку опять вынесла значок соответствующий. Можно опять-таки записать видеокомментарий, озвучить, сделать скринкаст своей инфографики, своей блок-схемы, если захотим. Это вариант для учителей. Можно попробовать здесь. Ну, на выходе нам дадут ссылку, которой можно делиться, как это сделала я. Сервис Diagrams – это приложение бесплатное к Google аккаунту. Если у вас есть Google аккаунт, то, пожалуйста, можно его использовать. Один раз вы к себе его прикрепили к Google и начали пользоваться. Готовая работа будет сохраняться на Google диске. Вот у меня такой вариант получился. Это готовый шаблон, который я нашла в самом этом сервисе. Сейчас я попытаюсь найти эту ссылку, чтобы вам ее кинуть. Ну, что-то я заблудилась в своих ссылках. Ага, нашла. Сейчас. Его замечательно перевели на русский язык, и поэтому с ним стало еще легче работать. Давайте покажу, как он теперь выглядит. Сначала нам предлагают выбрать из шаблонов что-нибудь. Но вот самые интересные шаблончики ищем в разделе «Другое». Вот, адрес. Там 11 шаблончиков. Вот я там нашла очень симпатичные инфографики, например. Вот. Ну, вообще можно все просмотреть. Может быть, вам что-то другое понравится из любых шаблонов. Дальше нажимаем «Create» и переходим к созданию. Вот. Здесь уже все на русском языке. Тут есть знакомые нам кнопочки «Файл», «Правка», «Вид», «Расположение», «Дополнительные» и тому подобные кнопки. Напоминают немножко презентацию. То есть мы можем брать элементы из библиотеки. Вот я открыла, например. Здесь, правда, большей частью иконки, а не картинки. А свои картинки можно загружать с компьютера. Значок «Плюсик» наверху помогает нам добавлять контент. С правой стороны стиль оформления, цвет фона, там разные шрифты. Залиевки и тому подобные вещи. Никаких ограничений здесь нет. Все очень несложно на русском языке стало. Поэтому работать можно замечательно. Главное, чтобы был аккаунт Google. Готовую работу можно, конечно же, сохранить к себе на компьютер, скачать. Либо так и оставить в Google-диске и делиться ссылочкой, как я и сделаю сейчас с вами. В общем, сервис стал намного проще. Это замечательно. Нам еще один сервис подсказали в комментариях. Mind42, да, есть. Он немножко архаичный все-таки сервис. Но есть такой, да. Не стала уже включать его в подборку, потому что работала в нем всего один раз. И уже не стала оживлять эти воспоминания. Но если интересно, то на каком-нибудь вебинаре расскажу о нем поподробнее. Он на самом деле очень-очень предельно простой. Еще один сервис для создания блок-схем называется Креативли. Сейчас ссылочку отправлю вам в чат, как обычно. Он сейчас тоже переведен на русский язык. Опять-таки, бесплатно пять проектов создает. Здесь у нас блок-схема на основе изображений, картинок и гиперссылок. Картинки я загрузила свои. Тут есть небольшая библиотека разных иконочек, картиночек, стикеров. Она не очень большая, но можно что-то использовать. Все на русском языке. Отдельно можно получить ссылку и код, чтобы встраивать это все на странице сайтов и блогов. Все не очень сложно. Видим, что часть опций закрыта, конечно, в виде короны, но основные возможности есть. То есть картинки, тексты и ссылки добавляются здесь без ограничений. Ограничения в количестве проектов. Только тут пять проектов. Здесь разных шаблонов не так много. 35 различных шаблонов, но они все довольно интересные. Диаграммы, блок-схемы, родословное древо есть. Вот я нашла вот такой блок интересный. Ну, по сути, тоже инфографика, сравнительная инфографика. В общем, неплохой сервис. Жаль, что такие ограничения у него. А с этим сервисом, теперь у нас уже веселая интерактивная часть начинается, с этим сервисом я вам могу предложить немножко поиграть. Давайте вам ссылку на сам сервис дам. Это такая интересная штучка, которую придумали опять-таки Google. Вот ссылка на сервис. Можете перейти по ней. Это такие интересные мини-картинки, кифы, которые позволяют наглядно представить какую-то информацию. Ну вот, например, у меня сейчас сравниваются два моря по глубине. Какое глубже и больше Белое море или Баренцевое море. Баренцевое глубже, 600 метров глубина. Вот. И сейчас на экране то, как я это все сделала. Это будет анимашка. То есть мы ее как-то на нее нажимаем, там они будут соревноваться между собой. То будет Белое море больше, то Баренцевое море больше. В итоге они вот закончат вот на таком. А ссылочка я вам сейчас поделюсь. Это я делала такую же штучку, но измеряла длину рек. Есть там и такой шаблон. Вот пример другого шаблончика вам. Это ссылка на группу ВКонтакте, но она должна открыться без регистрации даже. Вот. Там запускается несколько рек в течениях. И кто первый прибежит к финишу, тут самая длинная река получается. Вот. Она абсолютно бесплатная, эта штука. Заполнять очень просто. Берем шаблон, выбираем. Там всего три шаблона. Вот такой, такой и еще есть один. С кругляшками, с кружочками. Дальше нам нужно выбрать цвет, подписать, что есть, что. И какие-то данные ввести. Ну, в данном случае я глубину моря вводила. Все. А дальше превью и сохранить как гиф. Можно скачать тут же себе на компьютер, а дальше радовать читателей. Можно в группу вставить, там, в ВКонтакте поделиться, на сайте, в блоге и так далее. Делается за пару минут. Но такие интересные штучки оживляют статьи, например. Например, журналисты очень полюбили такие вещи и стали использовать. Ну, особенно, когда флоуриш ушел с российского рынка, вот осталась у нас пока вот такая забава в виде гиф-картинок. И в заключении вебинара я расскажу буквально несколько слов еще об одном виде визуализации. Это тоже чаще всего подходит под знаком инфографики. То есть будем искать облако слов и обязательно в каком-нибудь сервисе найдем его в разделе инфографика. Вот. Поэтому будем считать, что это тоже своеобразная инфографика. Это ключевые слова, теги слов, а их по-разному называют, которые принимают какую-то причудливую форму. Ну, например, с помощью облака слов можно рассказать про книгу. Вот, пожалуйста, остров. Все. Как же эта книга-то называется? Подскажите мне, пожалуйста, у меня слово про остров. Где доктор Ливси, капитан Смолит. И все. Я забыла название этой книги. У меня выяснилась голова. Ну, в общем, вот так ее можно представить в инфографике. Дальше. О, остров сокровищ. Точно. Ну, все. Так, хорошо. Можно с помощью облака слов какую-нибудь игру. На остров сокровищ ссылку. Сама изображение есть в презентации. У меня нет на него ссылки. Я его как картинку сохраняла. Ссылку на картинку можно из презентации утащить. Если вам нужна сама картинка, напишите мне по электронной почте. Я вышлю эту картинку, если она вам нужна. Я вам сейчас расскажу, с помощью каких инструментов вы можете вот такое сделать. Дальше. Можно, например, сделать задание для детей. Вот, соберите стихотворение. Я не буду подсказать, что это за стихотворение. Вот так. Тут пушкинское стихотворение. Я зашифровала в виде облака слов. Дальше. Можно, например, так поиграть. Да, как ангел чистой красоты. Да. Я помню чудное мгновение. Здесь задание. Назови автора. Можно такие задания давать детям, чтобы они сами их создавали. Вот. Сейчас покажу парочку сервисов, и можно попробовать им что-то из этого посоветовать. Дальше. Или найди лишнее. Опять-таки здесь в Муму у нас лишнее. Все остальное написал Лев Толстой. Вот. Какие инструменты? Инструментов для облаков слов сейчас нас создавали достаточно много. Мне из них понравились два, потому что они позволяют добавлять киперссылки, и облако становится более интерактивным. То есть не просто красивая картинка, а можно на слова нажимать, и попадаем в какие-то интересные веб-ресурсы, например. Сервис первый называется World Clouds, облака слов. Я его пила на русский, потому что на английском не все понятно в нем с помощью гугл-переводчика. Вот теперь стало намного понятнее. Он нам сразу дает какой-то вариант, почему-то в виде свитера, не знаю почему. Нам нужен раздел «Список слов». Нажимаем «Редактировать». Открывается такая табличка, в которую мы начинаем вписывать свои слова. Здесь уже какой-то напор непонятных слов. Lorem Ipsum – это знаменитая фразочка. Стираем, конечно, и вписываем свои слова. В разделе «Масса» – это значимость слова. Чем больше цифра, тем оно будет более крупнее. То есть мы можем сориентироваться, какие у нас поважнее слова, какие менее важные. Дальше. Самое интересное, нас интересует URL-адрес. Вот сюда вписываем ссылку на веб-ресурсы. Можем каждое слово перекрасить. Они по умолчанию уже как-то будут окрашены, но мы можем сюда вставить цвет. Цвет 16-ти циричный. Вот это программистский цвет, когда решетка, а дальше какие-то циферки. Ну, в интернете можно найти эти цифры. Палитру цветов – это не фокус. Все, дальше сохраняем и получаем картинку. Мы можем скачать к себе на компьютер и радоваться вместе с читателями. Все абсолютно бесплатно, без ограничений, без всякой регистрации. Зачем нужна ссылка на URL? Затем, если вы хотите сделать интерактивным, это облако. Если вы хотите просто картинку, вот такую вот, то, пожалуйста, URL не нужен. А если вы хотите, чтобы, нажимая на Анну Каренину, у вас открылась, например, библиотека, где можно почитать Анну Каренину, на какой-то веб-ресурс, то вставляем URL, и тогда у вас будет интерактивное облако. Но в этом случае уже вы его так не скачаете, вы получите код или ссылку, чтобы делиться с читателями. Вот в этом разница. URL – это не обязательно, вы можете вообще пропустить это. и сделать просто красивую картинку. Ну, а дальше я открыла, вот как можно сохранять картинку, можно сохранить как видео даже, можно распечатать. Ну, и ссылочкой можно, как это я сделала. Вот. Ну, вот в этом сервисе я вот так выбрала форму. Мне показалось, что это похоже на парочник. И он у меня вот так вот получилось, это стихотворение. Вот. Просто картинка. Дальше. WordArt. Это вообще такой сервис, очень известный, и с хорошими возможностями. Он тоже позволяет делать интерактивные облака. Вот, пожалуйста. Это я здесь зашифровала сервисы для создания интерактивного видео. Вы можете понажимать по этим ссылочкам, они, по идее, должны открыться. То есть, вот, каждый сервис, он у меня тут зашифрован ссылкой. Ну, вот такая вот получилась коллекция ссылок в виде цветочка. WordArt требует уже регистрации, но у него очень хорошая библиотека, и очень подробно все прописано. Во-первых, нам требуется список слов. Вот он открывается в разделе Words. Слова. Мы вписываем сюда. Здесь уже какие-то слова даны у нас. Стираем, вписываем свои. Здесь тоже есть раздел Link. Он скрывается во вкладке Mo больше. Если нам не нужны эти ссылки на другие веб-ресурсы, то его оставляем пустым. Будет просто картинка. Если нам нужно, чтобы переходить на другие веб-ресурсы, то вставляем ссылку на каждое слово. Вот. Мы тут на одном вебинаре пытались высчитать, сколько слов можно добавить. Что-то на 30-м слове запнулись. Ну, наверное, какие-то ограничения здесь все-таки присутствуют по количеству слов. Но в целом и общем здесь можно довольно большой список все равно вставить. А дальше внизу еще дополнительные вкладки есть. Например, Shapes – это формы. То есть можно выбрать форму любую. Цветочек, дерево, даже самые экзотические, какие угодно. Там есть огромное количество звездочек и тому подобное. Дальше. Fonts – это выбор шрифта. Я заметила, что облака должны создаваться в одном языке. То есть если у нас часть слов написано латиницей, а часть кириллицей, то это фокус не пройдет. То есть нужно все в одном языке. Либо все по-русски, либо все по-английски. Дальше. Layout – это у нас выбор расположения слов. То есть они прямо будут, наклонно, по диагонали и тому подобное. Ну и Style – это выбор цвета. Различные стилевые уже особенности. Дальше нажимаем на большую кнопку Visualize – визуализировать. И получаем готовое облачко. У нас все есть возможность. Скачать, получить ссылку и код. И встроить все это на страницы сайта и блога. То есть здесь практически ограничения очень минимальные. Даже то, что мы скачаем, оно будет в очень неплохом качестве. Если мы уже хотим там и HD какое-то качество, то да, тогда нам скажут, что это платно. Ну а в целом нормальное качество, стандартное, здесь хорошо работает. Поэтому вот в качестве интерактивного облака слов это, наверное, сервис номер один в данном случае. Так. Ну и закругляемся. Последний сервис для облака слов, он работает немножко иначе. Он позволяет создавать облако слов здесь и сейчас. Называется он Answer Garden. Выращиваем сад из ответов. Если вы сейчас по ссылочке перейдете, у вас появляется вот такой опросник. Вы можете прямо сейчас поучаствовать в его создании. Вписывайте свою любимую литературную героиню. Можно из того, что есть уже, потому что мы это облако собираем уже не первый год. Можете какую-нибудь свою придумать, без разницы. Но как только вы нажмете наш submit, оно же тоже появится. Это хорошая штука, например, для игры со школьниками. Особенно с учетом того, что Ментиметр, например, тоже сейчас закрылся на территории страны. А вот Answer Garden – это как альтернатива в режиме реального времени. То есть как это работать будет. Например, мы детям раздаем ссылку. Прямо с мобильных устройств можно это сделать. Они заходят по этой ссылочке, вписывают имя, а мы видим это все тут же на экране, как это все рождается. Поэтому можно таким образом проводить опросы и создавать вот такие облака слов. Здесь, правда, нет выбора ни форм, ни размеров. Но чем больше слово использовано, тем оно становится крупнее в этом облаке слов. И таким образом можно немножко поиграть с детьми. Создается оно очень просто. Буквально 5 минут от нас нужен только вопрос. Мы его вписываем, а дальше выбираем разные опции. Есть возможность... Вот эта сейчас опция открыта – brainstorm. То есть можно... Неограниченное количество ответов принимается, и любые ответы, даже если они уже были. Режим classroom – это для школы. Если уже один кто-то ответил, то второй раз то же самое отвечать нельзя. Модератор – это предварительная модерация, если вы хотите просматривать все ответы перед тем, как их опубликовать. Ну, лог-то означает, что его надо закрывать, этот опрос. Дальше устанавливаем длину ответа. У меня стоит 40 символов сейчас длины ответа. Пароль – это нужен вам, чтобы вы редактировали это облако слов, потому что периодически его придется чистить. Если оно у вас в открытом доступе, там иногда может появляться не очень нужная вам информация. Поэтому периодически заглядываем и редактируем это облако. Ну и ссылку и пароль сохраняем себе на электронную почту. Вот и все. Тут в этом сервисе даже не нужно регистрироваться. Создается все буквально минут за 5. Хороший инструмент, очень простой и может быть полезным в работе. На этой оптимистичной ноте я и постараюсь сегодня закончить свое выступление. Резюмируя все, что я рассказала… Да, спасибо. Но я это облако на WordArt создавала как раз для работы. Там нужно было сразу много ссылочек. Поэтому спасибо, что оценили. Итак, для чего нужна инфографика? Представить новую информацию в проектах и в исследованиях пригодится. Можно создавать инструкции, можно резюме, можно творческие работы с детьми, например. А можно для социальных сетей создавать и использовать их в работе. Надеюсь, какие-то инструменты вам пригодятся в работе. Последние слайды у меня такие справочные. Обычно, когда только начинаю создавать инфографику, спрашивают, где брать картинки. Сразу так, ножом с горло, где картинки. Вот ссылки на сервисы, которые я люблю. И плюс еще есть большая ссылка внизу. Еще больше сайтов с картинками. Вот. Это коллекция всех моих ссылок. Я вам ее отдаю совершенно безвозмездно. Пользуйтесь, пожалуйста. Сейчас в интернете огромное количество этих библиотек с бесплатными картинками. Так что главное знать, где искать. Вот. Ну и, как всегда, мои контакты. Спасибо вам большое за добрые слова. Вопросов я пока не увидела. Вот. Но спасибо, что вы приходили, что вы слушали, что вам информация будет полезной. Как всегда, приглашаю в группу, в канал Телеграм за новой информацией. Презентацию эту я выложу в группе ВКонтакте и в канале в Телеграме. Если кто-то не успеет сегодня скачать, можно будет скачать их попозже. Ну и вместе с записью этого вебинара. Спасибо вам большое за внимание. Да, нет, уже завтра не получится скачать. Тогда, если сегодня не скачивается, виртуальная комната закроется, уже все на этом. Вот. Поэтому, если у вас что-то не скачалось, заходите в группу ВКонтакте, когда будет готова запись, там будет презентация. Можете попробовать еще скачать. Либо в канале в Телеграме я тоже там ее загружу. Вот. Спасибо большое за внимание, за добрые слова. И жду уже на следующем вебинаре через неделю. Ну, чуть больше, чем через неделю. 30 октября будет вебинар, посвященный видеовикторинам. Поговорим о том, как внутрь видео можно добавить викторину. Это тоже интересная штука. Я думаю, вам пригодится. Спасибо большое и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok